Продолжение следует... Напольную школу, в которой удерживали великую княгиню и других узников. Свято-Троицкий собор, который мученики посещали при жизни и в котором пребывали после кончины. И, конечно, Алапаевскую Голгофу, заброшенную шахту, которая, став местом страшного преступления однажды, стала целью паломников со всего мира навсегда. Итак, мы с вами в Алапаевске на одной из центральных улиц. Это, как всегда, улица Ленина. И вот на улице Ленина стоит красивый дом дореволюционной постройки из красного кирпича. Дом, с которыми связаны очень важные, скорбные и великие исторические события, о чем повествует табличка на углу этого дома. О том, что именно здесь, в мае 1918 года, вплоть до июля, удерживали великую княгиню, преподобномоченницу Елизавету Федоровну, еще двух сестер Марфы Мариинской обители. И сейчас это общеобразовательная школа номер один города Алапаевска. А раньше она называлась напольная школа, потому что стояла она на поле. Сегодня здесь открыта мемориальная комната святой преподобномоченницы великой княгини Елизаветы Федоровны. А в шаге буквально находится монастырь, освященный в честь этой великой святой. И возле монастыря стоит внушительный плакат, на котором написаны слова самой княгини. Мы живем так часто для себя, что делаемся близорукими и проходим мимо чужих скорбей, не понимая, что делить свое горе – это его уменьшить, а делить свою радость – это ее увеличить. Откроем наши души, чтобы божественное солнце милосердия их согрело. Как и Марфа-Мариинская обитель милосердной княгини, женский свято-елезаветинский монастырь Алапаевска открыт для посещения. Всего несколько шагов отделяет оживленную проезжую часть от святого намоленного места, где матушка-настоятельница и сестры обители рассказывают о земной жизни своей святой покровительницы вплоть до последних дней. На территории данного монастыря находится напольная школа, в которой содержались преподобно-мученицы Великой Княгини Елисавета и Иннокене Барбара. Они были привезены сюда, в Алапаевск, в 1918 году, 20 мая. Это день их приезда в этот город. И содержались на польной школе они до 17-го числа июля 1918 года, то есть практически два месяца они находились в этой школе. В свободное время, когда они содержались в этой школе, они первое время разрешили выходить, на территорию они гуляли, ходили, даже посещали храмы Екатерининский, Великомученицы Екатерины храм и Свято-Троицкий собор. Но со временем их, чем дольше они здесь находились, тем более жесткие становились меры их задержания. Запрещали уже потом выходить. Но люди приходили, посещали, и все равно местное население Алапаевское. Приносили им и продукты. В общем, это место, я считаю, является очень святым, потому что вот если на шахте они были сброшены в шахту, то здесь вот они вот последние дни своей жизни молились, в общем, в ожидании того, что с ним в любой момент может случиться что-то вот уже такое, что придется им уйти из этой жизни, в жизнь вечную. Поэтому здесь вот совершался как раз очень такой сильный молитвенный подвиг. Даже изображаются вот картины художниками, как вот они молятся. Собирались они вместе на молитву все вот в одной комнате у Елизаветы Федоровны. Молились все вместе, ожидая своей участи. Женская община появилась здесь еще в 1998 году. А 13 февраля 2005-го, в праздник памяти новомучеников российских, сестер посетил архиепископ Екатеринбургский Верхотурский Викентий. Тогда же был создан этот храм во имя святой преподобномученицы. В храме имеются вот мощи, частичка мощи Елизаветы Федоровны и Великой княгини Иннокене Барвары. Данная икона Елизаветы Федоровны нам написана была по просьбе благодетеля нашего, писал иконописец, и из Самары привезена вот эта вот икона преподобномученицы Елизаветы Федоровны. Вот эта икона преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Иннокене Барвары у нас из Суфрина. Просто нам тоже подарили ее. Вот частичка мощи просто Иннокене Барвары находится еще в иконочке, а вот Елизавета Федоровна частичку мы уже поместили в ковчежец вот такой вот. В саду монастыря летом 2013 года паломники из уральского землячества в память о бузниках посадили рябины. Их хорошо видно из окон напольной школы, в которой жили страстотерпцы, Великая княгиня Елизавета Федоровна, Великий князь Сергей Михайлович, князья императорской крови Иоанн Константинович, Игорь Константинович и Константин Константинович-младший, князь Владимир Павлович Полей, а также Федор Ремес, управляющий делами Великого князя, и сестра Варвара Яковлева, келейница Великой княгини, которые оставались до конца с августейшими особами. Для каждого из подвижников теперь растет дерево в том самом саду, где они вели хозяйство и собирали урожай. По преданию была посажена яблоня здесь, на территории нашего монастыря, преподобного мученица Великой княгини Елизаветы Федоровной. То есть вот, когда они содержались, находились в этой комнате, в этом стане напольной школы, то им разрешали первое время выходить вот на территорию, вот здесь вот они, вот здесь своими святыми ножками проходили по этой земле, освещали эту землю преподобному мученице Великой княгини Елизаветы Федоровны. Вот, и разводили здесь грядочки тоже вот садили, наверное, так же, вот так вот у нас здесь вот огородик небольшой вот посажен. И решили дерево посадить? И да, и, видимо, решили посадить яблоняку. Может, даже кто-то из местных жителей принес по их просьбе саженец, и они вот ее посадили вот здесь вот. Существуют свидетельства, что в первый месяц ссылки узники могли посещать церковные богослужения, скорее всего, в Кладбищенской Екатерининской церкви и в Свято-Троицком соборе Алапаевска. Это первый храм, возникший в этих местах немногим позже самого поселения, основанного в 1639 году на реке Алапайхе, и один из старейших храмов Уральской земли. Первым каменным храмом на Урале он стал в 1702 году, а в 1833 вырос до своих нынешних размеров. Внушительное здание собора на улице Чайковского несложно обнаружить и невозможно не посетить. Место, наполненное молитвами многих поколений, само наполняет душу благоговейной дрожью, особенно при осознании происходивших здесь исторических событий. Сегодня здесь молятся у икон преподобные Лисаветы Федоровны и Инокини Варвары, а в 1918-м отпевали самих мучениц, когда местные крестьяне помогли обнаружить тела страстотерпцев. И уж совсем трепетно осознавать, что сами узники приходили молиться сюда и слышали звон колоколов этого храма в свой последний праздник Святой Живоначальной Троицы. Когда уже началась смута, по решению Уральского совета решили в город Алапаевск привезти царскую семью, то есть или Святой Елизаветы, князей. И как раз вот привезли 20 мая 1918 года на полной школе, разместили их. И вот в первые дни пребывания Елизавета, она попросила у власти, чтобы им разрешали ходить в храм, Свято-Троицкий собор, им позволяли. Даже было так удивительно, что охраны не было. То есть просто был какой-то человек в штатском, который шел недалеко, как бы следил, им позволяли свободно, да, свободно им позволяли молиться в храме, они молились. Ну и по рассказам старожилов, как бы их приняло городское общество, то есть узнали, что это Елизавета. В 1914 году она после Верхотурья хотела как раз заехать в Алапаевск, но помешала война Первомировая, как раз вот объявили, и она срочно уехала в Петербург. А возле храма расположен склеп, куда были перевезены уже останки страстотерпцев, когда их осенью извлекли из шахты. И вот они лежали до октября. То есть потом уже, когда белые войска заняли город, началось следствие, там все-таки и этот крестьянин пришел, рассказал, так и так показал место, и белогвардейцы, они вытаскивали тела. И в октябре они были привезены в Екатерининский храм, то есть это был спервоокрестный ход, то есть народ оттуда несли. Екатерине была отслужена панихида, то есть краткоретия. Потом при большом стечении, при большом духовенстве гробы были поставлены в Свято-Троицком соборе, была заупокойная литургия, где они были отпеты, и потом по решению они были спущены в склеп, то есть они были здесь находились. Белогвардейцы планировали оставить тела в склепе Троицкого собора, но позже были вынуждены спасать святыни. При помощи троса они переместили гробы к железнодорожной платформе, которая совсем незадолго была построена на Сушеном пруду. Здесь был очень красивый, вот с той стороны, если смотреть, был очень красивый вид на храм, то есть большой-большой был пруд. И по фотографиям видно, как по всему храму вот эти были оградки, там лодочки, то есть на лодках катались, и вот вид был как раз такой открытый. Естественно, этих деревьев не было, и когда в 18-м году как раз стали выносить как раз из этого места вот трос, гром, гробы, и их стали туда спускать до срочной порядки, потому что красные подходили. Здесь же, в соборе, находится редкий образ Пресвятой Богородицы – Августовская икона. Чудом сохранившаяся в период гонений в одном из местных амбаров она теперь напоминает прихожанам и паломникам, что безнадежных ситуаций не бывает. Мы попросили отца Дмитрия рассказать, с каким событием было связано написание августовского образа. Эта икона связана с событиями Первой мировой войны, как раз которые проходили военные действия недалеко от Белоруссии. Она названа Августовская. И вот как раз это происходило в районе Августовских лесов, видимо, так назывался этот лес. И раз вот это вот событие явилось, как раз Божией Матери и решили назвать эту икону Августовской. То есть русские войска, они попали в окружение. И так как война была Первой мировой, мы знаем, что это была Российская империя, и каждый воин, он был православный человек, и они вот стали молиться, встав на колени, молились, и вот тут явилась Пресвятая Богородица, и рукой показывает, как выйти из окружения. И впоследствии солдаты вышли из окружения. Сегодня, ровно через сто лет, в связи с трагедией, разворачивающейся на юго-востоке Украины, в искренней молитве перед этим обнадеживающим образом, хочется снова воззвать к такому чуду, чтобы Богоматерь указала дорогу, чтобы Господь даровал победу православным христианам над сопротивное. Мы видим, что просто история повторяется. Вот 14-й год нынче, да, стоит, и тоже 100 лет тому назад, тоже 1914 год, Первая мировая война. Мы знаем, как Россия была втянута в эту войну, хотя есть документы о том, что царь Николай не хотел этой войны, но был вынужден заступиться за братьев сербов. И сегодня же мы видим опять, что история повторяется, что теперь наши украинские народы, наши братья, русские народы там живущие, тоже страдают. Как вот вынуждают тоже наше правительство, чтобы они вступили в провокации. Я думаю, конечно, это актуально и в наше время молиться, и августовской Божьей Матери, чтобы просить, чтобы разрешить вот эту ситуацию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Обычно именно из Святотроицкого собора после богослужения начинает шествие традиционный Алапаевский крестный ход, который совершается теперь каждый год в ночь с 17 на 18 июля в память о пострадавших здесь мучениках. Крестоходцы посещают Екатерининскую церковь или Советинский монастырь на месте напольной школы и отправляются по пути самих страстотерпцев к месту святого подвига. По-настоящему побывать в Алапаевске невозможно, не посетив это место, хотя оно находится в 18 километрах от города, в лесу. Заурядная Нижняя Селимская шахта, в которой недолго добывали руду. По сути, заброшенная яма. Она стала священной чуть менее века тому назад и останется такой навсегда. Теперь здесь понемногу разворачивается монастырь, освященный в память новомучеников российских. Вообще, когда рассказываешь историю всего, что здесь происходило, вспоминается Евангелие 55-е зачало от Матфея, когда Господь сравнивает Царство Небесное, говорит, что Царство Небесное подобно сокровищу, скрытому на селе. Селе, который человек нашел и скрыл. И от радости, от большой радости, он пошел и продал все, что имел, и купил то село, чтобы сокровище, которое скрыто в его недрах, было законно его. Так происходит и здесь. Мы, насельники монастыря новомучеников российских, обрели каждый для себя разными путями то сокровище, которое было скрыто на этом селе. И поэтому чаем спасения, чаем Царства Небесного. Также и православные христиане, которые посещают это место, можно сравнить с благочестивыми людьми, которые обретают свое сокровище, и обретают Царство Небесное. И вот через новых мучеников Церкви Русской, Елизаветы Федоровны, Иннокене Варвары, остальных людей, которые пострадали за веру царя и отечества, в Царство Небесное восхищаются такие благочестивые люди. По преданию, из шахты в течение нескольких дней после казни слышалось пение херувимской песни. Можно представить, как трагично и свято звучало оно в этом далеком лесу. Поэтому у нас существует такая традиция в монастыре, во время значимых дат, во время крестных ходов, обходить место шахты с пением херувимской песни, крестным ходом. И многие наши прихожане и паломники, малыми крестными ходами, посещая наш монастырь, прикладываясь к кресту, который находится возле шахты, обходят с пением херувимской песни вокруг шахты. Палачи привезли их тайно к старой, глубокой, заброшенной шахте. Сбрасывали тела вниз, стараясь уничтожить семью Романовых, как будто пытались избежать каких-то страхов и опасений. Делали все для того, чтобы не было даже упоминаний об этих людях. Вместо этого увековечили их святую память в наших сердцах. В Евангелии сказано, «Все, что пытается быть тайным, будет всегда явным, и все, что говорится на ухо, будет проповедано на кровлях». И это злодеяние было проповедано на кровлях, когда крестьяне, пасущие скот на полях близ этого места, увидели, что здесь совершается. Известно, что Великая Княгиня Елисавета, стоя на краю шахты, молилась словами первомученика архидиакона Стефана, словами самого Господа, когда просила, чтобы Господь простил им, убийцам, своим убийцам этот грех, потому что они не ведают, что творят. Уж точно каратели не могли знать о том, что промыслом Божьим на месте их преступления возникнет православный монастырь. Обитель была создана в 1995 году, а первый храм был освящен здесь 18 июля 2001, ровно через 83 года после того, как в шахту живьем сбрасывали страстотерпцев. Единственным мертвым в шахту был сброшен Великий Князь Сергий, потому что это был рослый офицер царской армии, сильный, благочестивый. Он попытался остановить это злодеяние, и поэтому был убит, выстрелив в голову и сброшен в шахту мертвым. Все остальные алопаевские мученики были сброшены живыми. В желудках алопаевских страстотерпцев находилась земля. Это подтверждает, что несколько дней они были живы и умерли вот в мучениях от жажды, голода, ран. Тело великого князя Иоанна, голова была обвязана частью монашеского деяния, апостольника. Это тоже свидетельствует о том, что Великая Княгиня сохранила вот эти вот обеты, обеты Марфы и Марии, даже там, на глубине шахты. Сама, пребывая в ранах, помогала умирающим великим князьям. Местные жители были не в силах никого спасти, но и просто забыть не смогли. Тела страстотерпцев были обнаружены и сохранены, а память о великом подвиге впечатляет даже тех, кто лишь краем уха слышал о нем. Тела были извлечены из шахты, перевезены в катаверную, которая находилась рядом с Екатерининской церковью. Сейчас на месте этой катаверны находится поклонный крест. Первый поклонный крест, который был установлен на шахте, там мучеников переодели, переоблачили и поместили их гробы в Екатерининской церкви. Расскажите нам об этом кресте, кто его установил. Первый крест был установлен, что тоже удивительно, человеком совершенно неправославным, не христианином. Был установлен мусульманином, который приехал однажды из Казани, много лет жил в Алапаевске, теперь живет в Татарстане. Приехал и сообщил нам, что именно он много лет назад поставил вот этот деревянный крест, соорудил его, потому что знал об этом и ему было, ну, как стыдно за людей, которые совершили это злодеяние и это место остается непочитаемо. Поэтому вот он решил увековечить это своим поступком. Получается, мусульманин... Поставил православный крест на месте убиения великих князей. Итак, что же ожидает людей, совершающих паломничество сюда для почитания Алапаевских мучеников? Посещая наш монастырь, проходя через главный вход в монастырь, паломники сразу же упираются в поклонный крест, и за которым находится место святой шахты. Поэтому объяснять здесь не приходится. Все сразу видят великую святыню православной церкви. В нашем монастыре есть частицы мощей великой княгинии Лисоветы, инокинии Варвары, их духовника Митрофана Серебрянского, мощи святителя Николая, архиепископа Японского, частица мощей святителя Иоанна Шенхайского и Сан-Францисского Чудотворца, мощи преподобного Севастьяна Карагандинского. В прошлом году паломники из Киргизии по благословению епископа Феодосия привезли икону с частицей мощей преподобного исповедника Ираклия Сыкульского. Также в монастыре хранится плац мощей великой княгинии Лисоветы. Есть частица ткани, обогрённая кровью Сергия Александровича, супруга Елизаветы Фёдоровны. В женском монастыре на территории Напольной школы можно подробно узнать о жизни и деланиях преподобной Елизаветы Фёдоровны. Паломницы, приехавшие в Алапаевск, могут поселиться в Свято-Елизаветинском монастыре. Имеется возможность и помогать в благоукрасительстве святого места. У меня всегда чувство радости о том, что приехал человек пожить у нас тут и потрудиться. Тем более у нас самих очень немного, и мы рады всегда людям, которые желают помочь нам что-то здесь созидать на нашем территории. У нас территория не так уж и большая, но нам и хватает. Все равно цветник организовали, уже создали небольшой такой огородик, садим постоянно, потому что живем своими трудами, овощами полностью. Скотины у нас, конечно, нет. То есть хозяйство не очень большое, но у нас и 12 человек, нам этого хватает, конечно. Помолившись в Екатерининской церкви, можно посетить и место, где была расположена Котаверная, куда в первый раз из шахты привезли страстотерпцев. Здесь установлен тот самый крест, о котором говорил отец Леонид. И, конечно, нельзя забывать о помощи Алапаевским храмам, как Екатерининскому, так и Свято-Троицкому. Не должно Величественному собору, наполненному святой историей, превращаться в диковинку для туристов. К сожалению, на сегодняшний день забота о нем в основном ложится на немногочисленный местный приход. КОНЕЦ Я думаю, если люди верующие, они обязательно должны приехать. Ты и Святая Елизавета каждого человека зовет к себе, потому что святые, они являются ходатайцами перед каждым человеком. И люди, приезжая сюда, кто-то говорит даже по зову святого Елизавета, кто-то чувствует, что необходимо приехать. И они приезжают сюда, в первую очередь посещают места, молятся за своих близких и родных. И, конечно, бы тоже хотелось от тебя сказать, чтобы люди приезжали, кто еще не был в нашем городе, святом месте, чтобы приехали, помолились по своим силам, возможностям. И, конечно же, приезжая в это святое место, человек носит свою тоже в лепту. То есть он каким-то своим присутствием, даже какую-то копеечку он подает, покупая свечку, а может даже кладет в пожертвованный ящик, для того, чтобы эти средства, конечно, пошли на благоустройство и храма, и склепа. Ну а если святыни Алапаевска окажутся настолько близки паломникам, что захочется связать хотя бы часть своей жизни с местом подвига, всегда можно принять участие в устроении святых мест не только через пожертвования, но и непосредственно. Благо имеется и женский, и мужской монастырь. Как и в любом монастыре, существует послушание. Поэтому люди, которые приходят в монастырь потрудиться, во славу Божию, мы, конечно, их приветствуем, их желание, и всегда рады помощи. Монастырь находится в лесной местности. Братьей мало пока, около 15 человек, поэтому земли много, обрабатывать нужно многое, поэтому, конечно, мы рады всегда помощи наших паломников, наших прихожан. И даже электричество. Да, электричество, не электричество, не газа, отопление в монастыре печное, освещение свечное. Но даже если ненадолго приехать в Алапаев, даже если лишь слегка притронуться к местам святой истории, это путешествие никогда не забудется, принесет спокойное и молитвенное состояние. И в который раз захочется сказать Слава Богу за все! Слава Богу! Продолжение следует...